Несколько дней назад дом номер 23 по проспекту Ленина стал объектом пристального внимания жителей не только Сарова, но и области. И все благодаря информации в соцсетях о заполонивших его насекомых-вредителях. Паблики ссылаются на некую алую марку, у которой жалуются на нашествие тараканов. Жути нагоняют прикрепленные фотографии. Что же на самом деле происходит в доме? Мы тщательно обследовали лестничные пролеты, заглядывали в углы, щели из радиатора отопления. В поисках рыжих и усатых наша съемочная группа обошла три подъезда дома номер 23 по проспекту Ленина. И ни одного насекомого, кроме дохлой мухи за окном, мы не нашли. Сейчас спустимся в подвал. В отличие от чистых и ухоженных подъездов, в подвал спускаться было страшно. Но в поисках достоверной информации и ради чистоты эксперимента пришлось набраться смелости. Два подвала оказались открыты, и мы спустились, чтобы найти это скопище тараканов, о котором все так шумят. С фонариком обследовали все углы, перекрытия. Но, к сожалению, убегающих от света насекомых мы не нашли. В подъездах чистого мусора или валяющихся в углах остатков продуктов, которые так любят тараканы, нет. Тогда где они прячутся? За разъяснениями по ситуации с домом номер 23 мы обратились в управляющую компанию. Как нам пояснили сотрудники центра ЖКХ, жалоб от жителей на нашествие тараканов не было. После размещения данной публикации инженер-смотритель прошел все подъезды, прошел подвальное помещение бывшего магазина «Дружба». Да, единичные случаи наличия этих тараканов есть. К сожалению, они сопровождают человечество всю его историю. По словам специалистов, дезинфекцию в доме проводили в ноябре этого года. Дополнительная обработка от насекомых также запланирована на ближайшее время. Что касается фотографий, которые сопровождают резонансный пост в соцсетях, то автор поста взял их из интернета. Например, фото из подвала – это снимок из Надыма, который находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Оригинал датирован сентябрем этого года. Еще одна фотография – это стоп-кадр ролика из Ютьюба. Чего хотел добиться автор публикации, остается загадкой. Мы пытались связаться с этим человеком через соцсети, чтобы получить информацию из первых уст. Но ответа не получили. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.